Оль, поздравляю тебя с победой. Пожалуйста, расскажи, как прошел сегодня твой день, какие бои запомнились, в какие моменты были самые тяжелые? Спасибо за поздравление. Очень приятно всегда выступать на Московской Сабле. Хотела сказать спасибо организаторам, что всегда это на высшем уровне, и мне всегда Московская Сабля запоминается хорошей организацией. Поэтому сегодня был на самом деле тяжелый день, и как-то так без перерыва мы постоянно фехтовали, и финалы были сразу. Но для меня это лучше, потому что когда подряд вот так вот бои, я не успеваю отойти, как говорится. Какие бои? Конечно, финальный бой запомнился. Я ввела 8-2, а потом немного Мария Альпа перестроилась, а я как бы не смогла сначала. Ну, в общем, потом под конец меня немного никто, может, это усталость, может, это уже концентрации не хватило. То есть есть на чем работать, есть на чем думать перед Олимпийскими играми. Последний твой приезд в Москву был на чемпионат мира, да, где ты выступил, наверное, не так хорошо для себя. Довольно такой был неожиданный результат. С чем это связано? Да, для вас это неожиданный результат, но я знаю себя, я знаю, что... Ну, всякое такое бывает, как бы мы спортсмены, и это фарт, можно так сказать. И, может, внутреннее какое-то, может быть, неспокойствие какое-то было. Но все будет, ну, то есть это же не Олимпийские игры, поэтому мы готовимся к Олимпийским играм. И то, что будет через два месяца, покажется. Ну, сейчас пока вот до Олимпийских игр, сейчас какие у тебя ощущения, как будете готовиться, есть уже какой-то план? Ну, конечно, мы готовимся. Я думаю, все команды, которые попали на Олимпийские игры, готовятся. Я не думаю, что они все, как бы, раскрывают свои карты. Но у нас еще чемпионат Европы впереди, и будем сначала готовиться к нему, потому что нам хотелось бы там хорошо выступить. Кого бы ты могла назвать главными соперниками в личных соревнованиях и в команде? Восемь команд в команде, и сколько? Тридцать шесть человек, наверное, в личном. Я не могу сказать кого-то одного, потому что эффектуально, как бы, понимаете, что такой вид спорта, что можно проиграть любому. И все, кто поедет на Олимпийские игры, они уже герои, потому что они туда попали. Поэтому я не могу сказать кого-то одного. Спасибо большое, удачи тебе. Спасибо.